Дорожное обновление. Мэр Ангарского округа проверил ход строительно-ремонтных работ на проезжих частях. Родному краю посвящаю. Воспитанники Ангарского детского сада номер 63 стали победителями экологического конкурса. Смена руководства. В хоккейном клубе «Ермак» новый главный тренер. Мобилизованные из Иркутской области приступили к занятиям в учебном центре Новосибирского высшего командного училища. Об этом сообщил губернатор Приангария. Он добавил, что регулярно получает отчеты по размещению, обмундированию и питанию призывников. В ближайшее время он планирует еще раз посетить оба пункта размещения в Новосибирской и Кемеровской областях. В Кемеровскую область из Иркутска отправилась группа докторов. Семь человек. Стоматолог, психиатр, терапевт, хирург, лор, офтальмолог и невролог. Медики проведут осмотры наших мобилизованных ребят, у которых есть жалобы на состояние здоровья. При необходимости окажут первичную медицинскую помощь. Кроме того, завтра в место расположения мобилизованных выезжает команда Министерства социального развития, опеки и попечительства. Два человека будут работать в Юрге, три в Новосибирском высшем военном командном училище. Их задача – консультации по теме предоставления единовременных выплат, сообщает губернатор Приангария. Первый месяц с начала отопительного сезона в Приангарии прошел без срывов. Об этом сообщили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как отметил заместитель министра жилищной политики и энергетики Евгений Ветров, на сегодняшний день в регионе подключен весь жилищный фонд и более трех тысяч социальных объектов. Работают 964 котельных и все ТЭЦ. По состоянию на 1 октября у нас следующее. Жилищный фонд готов по информации муниципалитетов на 100%. Порядка 42 миллионов квадратных метров подготовлено. 975 источников теплооснабжения также готовы к отопительному периоду. Тепловые сети в протяженности более 3700 километров подготовлены к отопительному периоду. Водопроводные сети более 5500 километров подготовлены к отопительному периоду. И практически в полном объеме завершены работы по подготовке канализационных сетей на территории Иркутской области. Запасы топлива на этот сезон заготовлены в полном объеме. Северные поставки по воде пока завершены. На сегодняшний день отгрожено около 80 тысяч тонн. На особом контроле министерства Бадайвинские и Нижне-Илинские районы. Этим территориям рекомендовали в случае возникновения внештатных ситуаций сразу же вводить режим повышенной готовности. В 2022 году в Ангарске отремонтировали больше 10 километров дорог по федеральным и национальным проектам. Удалось обустроить и новую улицу Прибрежную. А в старой части города благоустраивают улицы Октябрьская и Зои Космодемьянской. Этот ремонт проводится за счет сэкономленных средств. Как идут работы и когда завершится, расскажем далее в сюжете. Совсем скоро здесь установят освещение, оборудуют автобусные остановки и тротуары. Строительство улицы Прибрежной подходит к концу. Эта дорога обеспечит транспортной инфраструктурой 32-й и будущие 31-й и 35-й микрорайоны Ангарска. Ее протяженность почти полтора километра от улицы Космонавтов до Алешина. Главное, сезонные работы уже завершены, да, которые требуют? Ну, основное, да. На этом участке? На этом участке, да. То есть этот участок у нас нормально в сроке укладывается. Завершить благоустройство проезжей части планируют в ноябре. Работы здесь ведутся по программе стимулирования жилищного строительства. Стоимость объекта – 93 миллиона рублей. Рядом находится большой лесной массив. В следующем году в планах обустроить здесь парк с дорожками и освещением, а также установить детскую площадку и напольный фонтан. Сегодня мы посмотрели на качество выполненных работ. Росавтодором контролируется качество точно так же и асфальта, и укладки. Поэтому все выполнено в соответствии со слипами, гостами, требованиями. Поэтому вопросов подрядчику нет. Также в этом году завершен комплексный ремонт дороги на улице Чайковского. Ее общая протяженность – около 4 километров. Благоустройство стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это серьезные вложения, серьезные усилия по принятию участия в федеральных и региональных программах. Но это все нужно. Это все позволит делать жизнь в городе еще более яркой, более комфортной, более благоустроенной. Благодаря сложившейся экономике ремонтные работы запустили еще на двух улицах – Октябрьской и Зоекосмодемьянской. Эти участки выбраны не просто так. Октябрьская – 1-я улица Ангарска. Вторую определили по просьбе жителей города. В следующем году исполняется 100 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны, первой женщины-героя Советского Союза – Зоекосмодемьянской. Завершить благоустройство планируют до 30 октября. И мне очень важно было убедиться, что те программы, которые те обязательства сегодня взяла Иркутская область, Ангарский городской округ, что по дорожному строительству, по социальному строительству и ремонту выполнено все качественно и в срок. Как раз в два раза будет удобнее апеллировать цифрами, что вот в Ангарске деньги выделили, сегодня дороги готовы. В целом в этом году в рамках национальных проектов в Ангарске отремонтировано более 10 километров дорог. На некоторых участках благоустройство еще продолжается, но подрядчики обязуются завершить работы до конца срока контракта. А это середина ноября. Наталья Хмелева, Кристина Пермякова, Олег Левченко. Местное время. Реконструкция Ангарской набережной будет продолжаться еще несколько лет. В итоге город нефтехимиков получит завершенное общественное пространство вдоль реки Китой от микрорайона Старица до Кирова. Дополнить образ уникального проекта решили инициативные жители СНТ «Энергетик», расположенного в непосредственной близости от набережной. Их идея, кроме благоустройства, обеспечить и безопасность, поскольку вблизи садоводства расположен обрыв, по которому проходит велодорожка. Велопешеходная дорожка, которая проходит по 34 микрорайону, она находится на обрыве, и ограждения там отсутствуют. Многократно этим летом и осенью замечены велосипедисты, которые скатываются по крутому спуску. В некоторых случаях получали травмы. В следующем году на месте въезда в СНТ «Энергетик» и прилегающих спусках появится новое облагороженное пространство со освещением и заборами. Идею местных жителей поддержали в администрации Ангарского городского округа и в региональном правительстве. Необходимые средства, а это чуть больше полутора миллионов рублей, будут выделены из областного и муниципального бюджетов. На Байкале сотрудники рыбоохраны задержали мужчину, который ловил омуль на удочку с шестью крючками, что в настоящее время запрещено. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. За незаконную добычу водных биологических ресурсов прокониру грозит наказание до двух лет лишения свободы или штраф до полумиллиона рублей. Спасатели в Черемхово вытащили корову, которая упала в колодец. Поиски продолжались сутки. Животное пропало 5 октября, а шестого хозяйка и рассказала, что ее буренка находится в колодце. Позволять Милку вызвались сотрудники 12-й пожарно-спасательной части. Им активно помогали жители окрестных домов. После удачного спасения корову осмотрели. При падении с высоты она не получила травм. Будущее за молодежью. Так считают члены избирательной комиссии Иркутской области. Уже 15 лет они организовывают форум молодых избирателей, где в игровом формате рассказывают участникам о важности выборов. Подробнее о мероприятии расскажут мои коллеги. Сегодня первый день форума молодых избирателей. Организаторы знакомят участников с планом мероприятий и делят их на команды. С приветственным словом на открытии выступил депутат законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин. Сегодняшний форум – это еще раз, еще один повод поговорить о теме избирательной активности, вообще в целом о гражданской активности и ответственности. Поэтому я всем вам желаю успехов, плодотворной работы, хорошо используя и провести время здесь, в этом замечательном лагере. Форум собрал активных молодых людей со всего Приангария. В ближайшие несколько дней им предстоит познакомиться ближе с избирательной компанией, понять свою роль в выборах. Тренинги, практикумы, квесты и встречи с экспертами. Программа мероприятий обещает быть насыщенной. Здесь разный уровень подготовки ребят. Кто-то уже участвовал раньше в подобных мероприятиях, кто-то уже знает, что такое выборы. Есть представители молодежных избирательных комиссий, а есть те, кто впервые на таких мероприятиях, и для них это будет очень интересно. Но мы считаем, что мы охватим всю аудиторию, и нам главное, чтобы подружились, отсюда уехали большими друзьями и с полным пониманием, что такое выборы, и как в них участвовать, и что это очень важно. Форум «Выборы молодежи. Твоя линия жизни» в регионе проводят более 15 лет. Повысить правовую грамотность, поддержать интересные инициативы, выявить людей с активной жизненной позицией и расширить кругозор молодежи. Такие цели преследуют организаторы. Переполняет эмоции на самом деле. Ну и также для чего? Чтобы себя более развить в этой сфере. Потому что бывают такие моменты, что не очень разбираешься в этих сферах, а сюда ты приходишь и как бы ты уже чувствуешь себя достаточно высоким, солидным человеком. По итогам форума молодые избиратели получат сертификаты и памятные подарки. А главное – приобретут новые знания и интересные знакомства. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время. Родному краю посвящаю. Подведены итоги экологического конкурса от общественной организации «Родители Сибири». Участникам необходимо было подготовить творческую работу об уникальности сибирской природы. Сделать это лучше всех удалось воспитанникам Ангарского детского сада номер 63. Подробнее в сюжете. «Матушка Сибирь!» «Это наш клай!» Именно такое название носит рисунок, над которым дошкольники трудились в течение двух недель. Вначале вместе с воспитателями работали над его задумкой. Затем юные художники воплощали свои идеи на отдельном листе. А уже потом детская фантазия объединилась в один большой плакат. «Синий, жёлтый, зелёный, зелёный, разоцветный». Каждый цвет имеет своё значение. Например, голубой – это реки и озёра Сибири, а зелёный – деревья и трава нашего края. Именно ему посвящён областной конкурс, устроенный общественной организацией «Родители Сибири». «Я им сказала, ребята, объявляется новый конкурс, родители Сибири организовали конкурс видеосюжетов, фотосюжетов и рисунков, в каком хотим поучаствовать. И вот у меня первая таза подошла, говорит, Марина Александровна, я хочу нарисовать что-нибудь, но я не знаю что. И мы собрались с ребятами на утренний круг, обсудили, что мы будем рисовать. И Наталья Николаевна, руководитель кружка по рисованию, нарисовала нам силуэт девушки». Необычный детский рисунок вызвал множество положительных отзывов и занял первое место. Это не единственная победа, которая пополнила копилку достижений детского сада номер 63 в этом году. Ещё одно первенство сотрудникам и воспитанникам учреждения принёс музыкальный клип экологической направленности. К нему также подключились и родители детей. «Мы здесь с ребятишками пели, с различными группами, с различными подгруппами, с различными возрастами. И потом, благодаря нашему педагогу Марине Александровне, мы это всё смонтировали в одну большую песню, скажем так, в один большой проект». Как признаются воспитатели, экологическая культура детей – одно из важных направлений в детском саду. Ведь именно в юном возрасте накапливаются яркие эмоциональные впечатления и закладывается фундамент бережного отношения к природе. Мария Константинова, Наталья Хмельёва, Олег Левченко. Местное время. Музыкальное и звукозаписывающее оборудование, а также специальная литература. В детской школе искусств номер 4 – пополнение. В этом году учебное заведение приобрело несколько десятков инструментов, необходимых для проведения занятий. В честь этого юные музыканты организовали для жителей города концерт, где продемонстрировали свои таланты на приобретенных новинках. Сегодня у нас просто замечательное большое событие по поводу завершения нашей школы участия в региональном проекте «Культурная среда», по которому к нам поступило очень много музыкальных инструментов, музыкального оборудования, просто оборудования, которые необходимы сейчас звукозаписывающие, но и также и литература учебная. Особенная гордость школы – японский рояль. Как признаются педагоги, этот инструмент чрезвычайно высокого качества, мягкий в звучании и удобный в использовании. Рояль стал украшением концертного зала. У ангарского Ермака новый наставник. Главным тренером назначен Евгений Зиновьев, экс-игрок клубов «Мечел» и «Трактор». После завершения карьеры хоккеиста занимал тренерские должности. Сергей Чубыкин утвержден вторым тренером. Сейчас команда находится в выездном турне. Ближайший матч, 8 октября, они проведут с московским химиком. А в турнирной таблице оранжевые находятся на 25-й строчке. Комфортная, качественная и долговечная. Эти слова у жителей нашего города ассоциируются с обувью белорусской ярмарки. В ангарске она представлена в широком ассортименте и предусмотрена специально для проблемных ног. Зимняя и осенняя коллекции обуви ждут вас до 9 октября в кинотеатре «Родина». Успевайте, осталось только два дня. Подробнее далее в сюжете. Качество и комфорт обуви, представленные на белорусской ярмарке, ангарчане оценили уже давно. Сейчас есть уникальная возможность приобрести новинки из зимней коллекции, а также подобрать что-то особенное на осень. Сегодня подобрала, потому что мне надо зима на носу, а в магазинах у нас нет такого, что мне надо. Тупли и макосины, ботинки и сапоги. В обуви от белорусских производителей ваши ноги будут чувствовать себя комфортно и уютно. Вы забудете про усталость. А все потому, что эти изделия изготовлены с учетом индивидуальных особенностей стопы. Вся наша обувь идет на комфорт для людей, которые имеют особенности стопы, такие как высокий взъем, широкое голенище, выбирающая корточка. Здесь вы быстро сможете подобрать себе пару обуви, как мужскую, так и женскую. Обувь белорусской ярмарки – это практично и удобно. Она прослужит не один сезон. Широкий размерный ряд, разнообразие цветов и моделей. Торопитесь, выставка продажи работает до 9 октября в Кинотеатре Родина. О культурных событиях города и региона расскажет Мария Константинова. Ей слово. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на телеканале Актис. Чем выше культура, тем выше ценится труд. Вильгельм Рошер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и о сладе для сердца. В Приангарии наградили народных мастеров Иркутской области. Министр культуры региона Олеся Полунина торжественно вручила заслуженные дипломы и медали участникам одноименного конкурса. Среди получателей – шестеро ремесленников из разных уголков Приангарии. Теперь почетное звание «Народный мастер Иркутской области» в регионе носят 70 человек. Под песни «Бамовской юности» и с транспарантами в руках. Именно так встречали участников областного фестиваля искусств «Огни магистрали», поезд с которыми сделал остановку в Нижнеудинске. В путешествии до поселка Улькан отправились 88 человек. Это ветераны БАМа. Своей праздничной поездкой они превозносят культуру молодежной стройки и делятся ценными воспоминаниями с жителями из разных городов региона. А тем временем в галерее Сибирского искусства областного центра открылась молодежная выставка-конкурс. В ней принимают участие как студенты художественных специальностей различных учебных заведений области, так и профессиональные художники в возрасте до 35 лет. По итогам работы экспозиции будут выбраны лучшие картины в нескольких номинациях. А сейчас анонс культурных событий Ангарска на ближайшее время. 8 октября в 17.00 клуб любителей кино «Ракурс» ДК «Нефтехимик» приглашает на просмотр фильма «Два брата». В этот же день в 4 часа дня открывает свой блестящий 59-й творческий сезон Дворец культуры «Энергетик». 9 октября в воскресенье самых маленьких зрителей ждет спектакль «Моя вообразилия». Юные актеры театрального объединения «Родничок» выступят на сцене Дворца творчества детей-молодежи. Начало в 12.00. В среду 12 октября к себе в театр приглашает коллектив «Факел». Например, у спектакля «Сакура» начало также в 12.00 дня. И у меня на этом все культурные события и анонсы. А вы уже запланировали поход в театр или на концерт? Нет? Тогда торопитесь за билетами. Ведь на интересные представления они распространяются, как принято говорить, как горячие пирожки. Следите за премьерами и помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok